Продолжая ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка в рубрике «Камчатка. День за днём». Сегодня рассказываю о 10-м дне января. Мы читаем Камчатскую правду, вышедшую в этот день в 1939 году. Директор неполной средней школы из Козыревска Фёдоров гневно пишет в газету. В Козыревске не выполняется постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ о чутком отношении к нуждам школы. Помещение школы маленькое, вместо двух человек за партами сидят по три. В учительской комнате и физкультурном зале нет печей. Дровами школа не обеспечена и часто не отапливается. Около 30 учеников первого-шестого класса ходят в школу за 7 километров в результате шестой прогулы. Два учителя до сих пор не имеют квартир и живут в школе. Бесперебойное снабжение учителей продуктами питания и промтоварами отсутствует. Сельсовет и Усть-Камчатский району буквально не хотят помогать в школе, пишет директор Фёдоров. Начальник политотдела Ключевского лесокомбината товарищ Кальпус вместо практической помощи учителям занимается грубыми допросами преподавателей, обвиняя их в контрреволюционном воспитании детей на уроках русского языка. В чём же заключается эта контрреволюция? Оказывается, товарищ Кальпус в тетради одной из учениц встретил нечётко сформулированную фразу. За это начальник политотдела грозит арестом. Председатель Усть-Камчатского райисполкома товарищ Дутов поддерживает необоснованные действия Кальпуса, а недостатки в школе по-прежнему остаются неизжитыми. Статья директора Козыревской школы Фёдорова называется «Чиновничьи отношения к школе». И, кстати, ничего удивительного в этом нет. Разве Кальпусом могут нравиться уроки русского языка? Это ведь не уроки идиша в Хедере. Итак, мы узнали из Камчатской правды 39-го года века минувшего, что происходило в 10-й день января в Козыревске. Редактор субтитров А.Семкин